Привет, YouTube! Решаем задачу номер 539 из сборника Демидовича. Вычислить предел при х, стремящемся к нулю. Заметим, что непосредственная подстановка нуля дает нам в числителе логарифм косинус нуля, то есть логарифм единицы, который равняется нулю. В знаменателе аналогично. Логарифм косинуса нуля, то есть логарифм единицы, также равняется нулю. Неопределенность вида 0 на 0 нужно раскрывать. Давайте немного преобразуем выражение, чтобы воспользоваться эквивалентой для логарифма. Получается предел при х, стремящемся к нулю, логарифм, а под логарифмом я прибавлю и вычету единичку. Тогда получится 1 плюс косинус ax минус 1. В знаменателе поступаем точно так же. Логарифм единица плюс косинус bx минус 1. x стремится к нулю, значит косинус ax стремится к косинусу нуля, то есть к единице, а значит косинус ax минус единица будет стремиться к нулю при х, стремящемся к нулю. В знаменателе аналогично. Косинус bx минус 1 будет стремиться к нулю при х, стремящемся к нулю. А это значит, что мы можем воспользоваться эквивалентой для логарифм и написать предел при х, стремящемся к нулю косинус ax минус 1 разделить косинус bx минус 1. Если мы распишем косинус по формуле двойного угла и выберем представление с участием синуса, то получим предел при х, стремящемся к нулю, единица минус 2 синус квадрат ax пополам минус 1. В знаменателе аналогично. Единица минус 2 синус квадрат bx пополам минус 1. Плюс единица минус единица в числителе взаимно уничтожаются аналогично в знаменателе. Остается предел при х, стремящемся к нулю, минус 2 синус квадрат ax пополам разделить минус 2 синус квадрат bx пополам. Минус 2 в числителе и минус 2 в знаменателе сокращаются. И у нас остается отношение квадрата в синус. x стремится к нулю, значит ax деленное на 2 тоже стремится к нулю. Поэтому мы можем воспользоваться эквивалентой для синуса. Получается предел при х, стремящемся к нулю, синус, аргумент которого стремится к нулю, эквивалентен этому аргументу, поэтому ax пополам. Но так как синуса у нас в числителе 2, поэтому в квадрате. В знаменателе аналогично, синус эквивалентен своему аргументу bx пополам, но так как множителя 2, поэтому еще в квадрате. Раскрываем скобки. Получается предел при х, стремящемся к нулю, a квадрат x квадрат разделить на 4. В знаменателе b квадрат x квадрат разделить на 4. На 4 домножили числитель и знаменатель, четверки сократились. А теперь еще сократим числитель и знаменатель на x квадрат. И под знаком предела остается a квадрат, деленное на b квадрат. Это выражение уже никак не зависит от x. А значит мы можем написать, что этот предел равняется a квадрат, деленное на b квадрат. И тем самым задача решена. Всем спасибо за просмотр. Своё мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok